Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего хочу поблагодарить уважаемых организаторов за возможность. Я уже пятый год здесь на конференции, все в той же замечательной компании. Вообще обращение к биографии и судьбе поэта Андрея Вознесенского в 2017 году не случайно. На повестке культурных событий России в этом году две масштабные памятные даты. Во-первых, конечно, это Октябрьская революция 1917 года. У нас будет отмечаться широко, буквально через месяц. А первая половина года была посвящена памяти о Боттипеле, рефлексии общества о Боттипеле, и в том числе вниманию к литературе, поэзии и искусству. Кроме того, я буду говорить в том числе о поэме Рофф, о творчестве Вознесенского, о Холокосте. И здесь, конечно, стоит отметить, что судьба Крыма, Симферополя, того места, о котором, собственно, писал Вознесенский, тоже сейчас актуализируется. В 2017 году прошло несколько репортажей, в том числе по центральному телевидению, о мародерстве, очередном мародерстве, которое продолжается вот уже, ну, наверное, да, спустя несколько десятилетий после событий Холокоста и дальше по настоящее время. Плюс активизируются еврейские организации, еврейские общины Крыма, и сейчас идет речь об открытии нового мемориала, большого музея и соответствующей инфраструктуры на 10-м километре шоссе. А говоря о Вознесенском, ну, я думаю, в русскоязычной и постсоветской аудитории биография его более-менее известна, но, тем не менее, он родился в 1933 году. Пик творчества и пик популярности – это 60-е годы и 80-е годы, когда он стал известен как такой трибунный поэт, трибунный, потому что, как правило, это были большие публичные выступления с трибуны, будь то это были лужники, но лужники чуть позже, до этого трибуна Политехнического музея и так далее. Не стало поэта совсем недавно, в 2010 году, поэтому его творчество и изучение биографии – это тоже такая совсем недавняя история, и поэтому говорить о том, что отечественные или зарубежные филологи и литературоведы как-то прикасались к этой теме, не приходится. Впрочем, и первое такое полное издание с хотя бы комментированием поэтических произведений вышло буквально несколько лет назад. Из основных работ стоит отметить биографические материалы, подготовленные журналистом Игорем Вирабовым, в основном на открытых материалах без применения архивных данных, и что жаль, без применения материалов архива семьи Вознесенских, а также достаточно основополагающую статью в справочнике, вышедшем в Институте мировой литературы, о поэтах и писателях XX века за авторством санкт-петербургского профессора Пьяных. Тема Холокоста в поэзии Вознесенского впервые появляется в 1966 году, когда он публикует стихотворение «Зов озера». Оно было написано под впечатлением от событий Холокоста под Ивано-Франковским, и здесь мне безумно приятно, обычно на конференциях по Холокосту мы любим цитировать авторов энциклопедии Холокоста, а здесь я цитирую уважаемого Иосифа Бегуна, который сегодня здесь с нами присутствует. Он также опубликовал свои воспоминания о встрече с Вознесенским, и у него состоялся разговор о том, как, собственно, был написан данный текст. В то время Вознесенский находился в командировке в военных округах с концертами, и после одного из концертов Иосиф подошел к нему, попросил общения и предложил экскурсию, и вот на следующий день после концерта Вознесенский рассказывает ему историю написания текста. Попал он недавно в один из гарнизонов в Ивано-Франковской области, выступил. Гостеприимные хозяева приняли, пригласили на рыбалку. Поехали, половили, развели костер, немного выпили. Один из местных товарищей рассказал, что озера этого раньше здесь не было, а был глубокий овраг. Именно в него в 1942 году нацисты и их добровольные местные помощники загнали евреев из гетто и расстреляли. Там же уничтожили и арестованных подпольщиков. А чтобы скрыть следы своего преступления, затопили овраг водой. Потрясенный этим рассказом, Вознесенский и пишет стихотворение «Зов озера», которое было написано в окружной военной газете. Несмотря на то, что стихотворение посвящено памяти жертв нацизма, как это всегда описалось, в начале стихотворения и в его завершении упоминания фамилий жертв, и в том числе, естественно, это еврейские фамилии Певзнер, Бирман и другие. Ну а строки «Гетто в озере», «Гетто в озере 3 гектара живого дна», конечно же, прямо говорят нам о трагедии Холокоста, а не просто о жертвах среди мирных советских граждан. Обыгрывается и само слово «Юды». Третью ночь, как костров, пьет, и ночью зовет с обрыва, и к нему является рыба, чудо-юдо озерных вод. Интересно, что стихотворение пошло в печать под названием «Зов озера в советский период», разумеется, цензура, но позже сам Вознесенский его переименовывает и называет «Гетто в озере». Об этом он упоминает в своих текстах, связанных со встречами с представителями культуры. Интересно также, что именно это стихотворение было одним из первых примеров сотворчества поэта со знаменитым художником Марком Шагалом. Впервые они познакомились в 1962 году, а уже через несколько лет Шагал как раз готовит иллюстрацию к этому стихотворению. К сожалению, пока недоступно, но в Семейном архиве, и мы надеемся, скоро откроется музей и культурный центр Андрея Вознесенского в Москве, об этом уже было заявлено, в Семейном архиве есть несколько художественных произведений, которые Шагал подарил Вознесенскому. Каждая встреча с Шагалом была, конечно, для него событием. Вот что он пишет. «Странно было знать, что этот тихий, застенчивый и деликатный человек был когда-то решительным комиссаром революционного искусства в Витебске. Витебчане помнят, как он возглавлял оформление улиц во времена городских праздников. Правда, мало кто уцелел от времени и иных причин из свидетелей тех торжеств». Ну, вполне понятно, что Вознесенский пишет о тех, кого не стало в связи с трагедией Холокоста. Любопытно, что в книге «Рофф» 1987 года издания, куда включена также глава о встречах с Шагалом, вот эта история о сотворчестве и об этой иллюстрации не вошла. Пока непонятно, то ли это самоцензура 1987 год, то ли это рекомендация поэта Андрея Дементьева, по чьей протекции, собственно, и вышла книга «Рофф». Создание самой поэмы связано с негодованием поэта вокруг событий на 10-м километре шоссе от Симферополя, где местные жители искали ценности, золотые зубы и прочие ценности, оставшиеся от жертв Холокоста. Контекстно остановлюсь кратко на истории событий в Симферополе. Город, оккупированный 2 ноября 1941 года. В ближайшее время оккупационная администрация издает приказ о необходимости евреям носить белые повязки со звездами Давида. Буквально через несколько недель обязательная регистрация, еще через несколько недель тотальное уничтожение. То есть, да, если мы судим с позиций мародера, то за месяц вполне возможно, что не все то золото, которое можно было у евреев изъять, было изъято. Может быть, есть еще чем поживиться. 9-13 декабря были организованы расстрелы, вывозы местного населения туда также проходили. И по последним данным, по уточненным данным, количество жертв такое, порядка 10 600 евреев и полутора тысяч крымчаков. В тексте поэмы Вознесенский приводит воспоминания таксиста, который привез его и друзей на это место. И вот что свидетельствует водитель. Мы, пацаны, мне лет 10 тогда было, бегали смотреть, как расстреливали. Привозили их в крытых машинах, раздевали до исподнего. От шоссе шел противотанковый ров. Так вот, над орвом били из пулемета. Кричали все страшно, над степью стоял стон. Все снимали галоши, несколько тысяч галош лежало. Мимо по шоссе ехали телеги, солдаты не стеснялись. Солдаты все пьяные были. Заметив нас, дали по нам очередь. Да, еще вспомнил, столик стоял, где паспорта отбирали. Вся степь была усеяна паспортами. Многих закапывали полуживыми. Потом мы нашли в степи коробочку из-под гуталина, тяжелая. В ней золотая цепочка была и две монеты. Значит, все собережения семьи. Люди с собой несли самое ценное. Потом я слышал, кто вскрывал это захоронение, золотишко откапывал. Над поэмой Вознесенский работает около года, в период с 1985 по 1986 год. И первоначально она должна была называться «Алч». Но автор остановился на названии «Ров» с подзаголовком «Духовный процесс». Произведения сформированы стихотворениями, которые перемежаются прозаическими текстами, которые дают комментарии и пояснения автора. Из них мы узнаем, собственно, о материалах, с которыми работал поэт. Это главным образом воспоминания местных жителей и материалы следственного дела над мародерами. Причем стоит отметить, что, по-видимому, Вознесенский держал в руках оригинал следственного дела, потому что даже в книжной публикации указываются номера томов и листы, откуда взяты те или иные данные. Стоит отметить, что Вознесенский в своем прозаическом творчестве отдает дань архивам и относится, конечно, к архивам как кладовой памяти народа, которые обязательно нужно сохранить. В этом он нам близок, безусловно. Основная тема поэмы – это преступление людей перед памятью о жертвах войны. И, конечно, в стилистике Андрея Андреевича – это тема греха, грех, который ведет к распаду времен и распаду связей между людьми. Но если мы говорим о 60-х годах, начале творчества Андрея Андреевича, то здесь можно говорить о теме распада в форме искусства, когда отжившие формы искусства должны дать место новым. А уже в 80-е и 90-е годы тема распада продолжается, но она чуть-чуть видоизменена. Это речь идет о распаде именно связи времен. Поэма написана в середине 80-х годов, конечно, вписывается в контекст перестройки, дискуссиях о памяти и так далее, и так далее. Но Вознесенский использует любую публикацию как повод обратиться к читателю. Вот это умалчивание, замалчивание и цензура постоянно подталкивает говорить больше и больше. Поэтому Вознесенский говорит не столько о Холокосте, сколько о дне сегодняшнем. И поэтому говорить о Холокосте – это долг, мнение, долг настоящего русского интеллигента. И приведу несколько строк буквально известнейшего стихотворения. «Есть русская интеллигенция. Вы думали, нет? Есть. Не масса индифферентная, а совесть страны и честь. Нет пороков в своем Отечестве. Не уважаю лесть. Есть пороки в моем Отечестве. Зато и пророки есть». Тема Холокоста в творчестве послевоенных поэтов упоминается сравнительно нечасто. И, конечно, первое имя, которое мы вспоминаем, это Евгений Евтушенко и Бабий Яр. Но здесь мы говорим о том, что Бабий Яр был опубликован в 1961 году и опубликован в литературной газете. То есть фактически о Бабьем Яре знал весь Союз. Да, поэма стала широко известным произведением о Холокосте и была переведена на многие-многие языки. Поэма Вознесенского ров была написана значительно позже. Это 1987 год. И, конечно, на волне ослабления цензуры она уже не произвела такого эффекта бомбы, какой произвел Бабий Яр. Поэтому возможно говорить, в принципе, о том, что поэма Бабий Яр формирует общесоветскую память о Холокосте, в то время как РОВ в большей степени оказал влияние на память региональную. Ну и буквально в завершении еще одна минута. Несколько слов об исторической памяти, о чем я уже немножко сказал. В 2017 году объявлено о сборе средств на строительство мемориала на месте расстрела. Ежегодно, в том числе в центральных СМИ, проходит информация об очередных актах вандализма и мародерства. Поэтому и в обществе перечитывается и вспоминается поэма РОВ. И, безусловно, тема Холокоста в Симферополе – это не прошлое, это актуальное, настоящее, в том числе политическое. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.